И все равно по антикоррупционному суду остаются два вопроса, на которые до сих пор нет ответов. Неясно даже, когда этот суд может заработать и не растянется ли его создание еще на годы. Давайте обсудим это с Владимиром Пилипенко, известным украинским адвокатом и опытным юристом, представлявшим Украину Венецианская комиссия. Он с нами на связи. Приветствую вас, Владимир. Для начала поинтересуюсь вашим прогнозом, когда все-таки заработает антикоррупционный суд и появятся первые приговоры. Доброго вечера. Ну, я думаю, что важно сейчас сказать, когда будут первые вироки, оскільки судовое следствие – это процедура довольно долго. Но я думаю, что большинство кандидатов, которые будут проходить выбор, они будут с большей уверенностью назначены, возможно, уже даже перед президентским выбором, оскільки остаточное решение, как бы там ни было при всей судовой реформе, у нас про призначение судей принимает глава государства. Поэтому я думаю, что мы побачим уже первые призначения перед первым туром президентских выборов. Владимир, а насколько внимательно вы наблюдаете за процессом отбора судей в этот антикоррупционный суд? Вот есть у вас уверенность, что туда действительно отберут истинных профессионалов? Ну, насправді, сам отбор еще не начался, оскільки щойно закинчився прием документов, тех, кто хочет быть кандидатами на эту посаду. Но у нас всегда возникали питания у юристов стосовно Ради. В данном случае Ради международных экспертов. Мы ее еще не видели, ее еще не визначили. И тут постаёт тоже питание, насколько эффективной будет деятельность такой Ради международных экспертов, насколько они будут взагалі владеть информацией не просто про кандидатов, которых они будут оценивать, а и ситуацию в Украине, которая отбывается. Они должны знать мову, они должны принадлежать криминальный процессуальный кодекс, они должны принадлежать все то, что происходит в Украине, не с засобой массовой информации, а безусловно взять в этом участь. И тут возникнет вопрос о том, насколько они хорошо будут подготовлены для того, чтобы встретить украинские реалии. Владимир, представители НАБУ говорят, что только специальный антикоррупционный суд может сделать эффективной всю эту цепочку новых органов по борьбе с коррупцией. Вы согласны с этим или нет? Есть все-таки же опасения, что к уже традиционным ссорам между НАБУ и САП просто добавится еще один участник. Это будут судьи антикоррупционного суда. Вместо грызни на двоих будем наблюдать грызню на троих, и все, и никакого результата. Вы знаете, отсутність борьбы с коррупцией влада спочатку обґрунтовала тем, что не было створено НАБУ. Ну, створили НАБУ, дали НАБУ працювати. НАБУ працює так, что оно не может эффективно здействовать расследование, занимается подкладанием прослушивающих пристроений в аквариуме, или какие-то кабели тягнет. Влада говорит, что давайте створим антикоррупционный суд, а тогда уже мы заживем и поборем коррупцию. Тем самым она визнала то, что фактически всех украинцев лишили и с коррупционными судами. А это же была судовая реформа, которую влада пропагировала как элемент борьбы с коррупцией. Сегодня мы видим, что она провалилась, и теперь мы ждем создания антикоррупционного суда, который вроде бы поборет коррупцию. Но на самом деле коррупцию он не поборет, потому что криминальный суд в любой стране поборет злочинность. Это совсем другие предыдущие для этого, совсем другие действия на это впливают. Ваша точка зрения сна. Спасибо за этот разговор. На мои вопросы отвечал Владимир Пилипенко, адвокат и очень опытный юрист, представлявший Украину в Венецианской комиссии.